Всем привет! Сегодня продолжаем историю о ничтожных социопатах, то есть о сотрудниках патрульной полиции Черниговской области. Как вы помните, в предыдущем видео один из этих чудесных полицейских согласовал с начальником, что они будут фактически сейчас щемить водителя просто лишь за то, что он имеет активную жизненную позицию. Получили на это добро и продолжили издеваться над водителем. Еще раз мы слышим о том, что не первый раз уже полицейский встречает данного водителя, он абсолютно точно знает, кто это такой. Ну, говорит, давайте проверим ваши документы. А на вопрос, зачем, для чего, ну просто проверить. Вообще-то у нас в статье 32 закона национальной полиции нет такого, как просто проверить документы. Есть исключительный перечень оснований, по которым полицейский имеет право проверить документы у водителя. А тут полицейские сначала фиксируют на фото. документы у водителя. А потом, потом нагло врет в лицо о том, что я ничего не фиксирую, не фиксирую. Это просто фонарик включен, понимаете. И вот из вот таких вот мелочей и состоит вся деятельность полиции. Они постоянно врут, постоянно обманывают, выдают одно за другое. Ну вот такой вот у них подход к работе, понимаете. Абсолютно нечестный, несправедливый, лживый. И именно поэтому я постоянно говорю о том, что я не доверяю национальной полиции. Ну вот посмотрите. Вот они просто в каждом моменте врут. И это, наверное, Белошицкий их так научил. Да? Алексей, может прокомментируешь эту историю? Почему твои полицейские постоянно врут? Ну и, конечно же, фиксация персональных данных на свой личный телефон. Да, закон о защите персональных данных, конечно же, никто не слышал. Что, посвящая водителя предъявляем? Для чего? На законную мову противника полиции. У вас остановлено за порушение правил дорожного руха. Я это почувствую. От Гаркавова я почувствую. Так, порушение правил дорожного руха. Валентин, вам все поведомили. Шульга Валентин Анатольевич. Да при чем тут фамилия, имя, отчество? Дальше, что должно дальше быть? Порушение правил дорожного руха. Валентин, соответственно, правил дорожного руха. С вами пункт правил 2.4. Предъявить документы, которые назначены в пункте правил 2.1. Это водительское посвящение. Документы проверяются по какой статте? 32. Так. Да вы хотите меня сейчас тут... Нет, я не хочу. Я хочу у вас спросить просто. Так я вам разъясняю. Я хочу просто у вас спросить, согласно чего? Или 35 документы требуются? Или же, зупинили. Зупинили. Ну так я же спрашиваю у вас нормально. Будь ласка, предъявить документы для проверки. Так, для проверки. Для чего? Для установления законностей вами управления данного транспорта. Я вам паспорт покажу. Я вам паспорт покажу. Для установления я вам паспорт покажу. Предъявить, будь ласка. Мы что нарушили? Для повного знайомления, чтобы мы могли снова проверить по вашему особу. Володя. Да не Володя я. Александр я. Мы что нарушили? Добрый, паспорт предъявили. Все, дальше что? Посвечения водителя. Отримали, есть? Чекайте. Дальше. Посвечения водителя для чего? Ну не светите, прошу, глаза. Я вам не свечу. Кто вам свитит? Вы светите глаза. Что у вас за моду глаза свитит? Не кричите, вам сказали. Чому вы кричите? Пять раз, прошу, не светите глаза. Нет, вы светите глаза. 107. Так, я прошу. Переверите, будь ласка, зельну внутрішнюю базу. Отримовываю водителя, посвечения водителя в залі, чи нет? Колега ваш свитит. Я вам сказал один раз. И вы, пони, вы нормально светите вниз. Сейчас свитит. Я мне скажу, что взял. Шуля. Валентин Анатольевич. Водитель, как мы слышим, гораздо более подкован в действующем законодательстве, чем вот эти вот двое, не пойми кто, в форме похожей на полицейскую. И то, о чем я всегда вам говорю, если вас остановили и требуют документы, то вы должны помнить, что для остановки транспортного средства основание отдельно, статья, которая предусмотрена статьей 35-й, для проверки документов основание другое, которое предусмотрено статьей 32-й закон о национальной полиции. У нас полицейские почему-то привыкли говорить, что мы вот вас остановили по 35-й такому-то пункту, поэтому давайте документы. И основания для проверки документов не озвучивают практически никогда. Почему-то им кажется, что применение одной полицейской меры влечет за собой применение другой полицейской меры. Почему, я не знаю. Это опять-таки вопрос к Белошицкому. Он, наверное, научил так служить этих доблестных полицейских. Кроме того, что мы услышали в этом фрагменте, очень важное, увидели. Водитель предоставляет паспорт. Человек говорит, хорошо, да, паспорт показали. Вы слышите фамилию, имя, отчество данного человека. Дальше полицейский по телефону звонит на базу к себе и спрашивает, а можете установить по данному человеку, есть ли у него водительское удостоверение. Это очень важно, что личность данного человека, конкретный данный момент, считается установленной. Это важно для всех дальнейших действий. И в частности, для того, что вы увидите далее, а именно вы увидите сейчас задержание. Вы слышите меня, или нет? Более транспортного средства вы выполнили правопорушение. Сколько вам сказал разов? Сколько раз я вам сказал? Куда вы идете? Вас сейчас будет затримано. Я сказал, руки отойдите впереди. Это застосованы кайданки, извиняюсь, статья 45. Господи, ну что ты за человек? На месте стойте. Что ты за человек? Вас затримано. Так, Олександр, руки на тебя. Дай, я позвоню. Руку на тебя. Руку, сейчас. Дай, я позвоню, говорю. Говорю, да, я позвоню. Вы видите с двух разных камер, как происходит задержание административное. Также вы слышите характерный звук от газового баллона при задержании. И в дальнейшем, в дальнейшем, эти, значит, двое замечательных полицейских применяют физическую силу и задерживают данного водителя. И, ну, во-первых, про газовый баллончик хотелось бы поговорить. Есть у нас статья 45 закона о национальной полиции. Часть 3, пункт 3. Где указано, в каких случаях может быть использован газовый баллончик. Используется он исключительно для отражения нападения на полицейского, на другое лицо, либо отражения нападения на какой-то объект, который охраняется. Еще газовый баллончик может применяться, если вдруг происходят какие-то массовые заворушения. Ну, то есть, если группа людей грубо нарушает общественный порядок и таким вот образом пытаются сдержать при помощи газовых баллончиков. Ни в коем случае для нападения полицейским на человека, либо для задержания с целью сломить его волю, газовый баллончик применяться не может. Но всем, как обычно, плевать. Происходит задержание, как я вам сказал. И что очень важно, почитать основания, по которым был задержан человек. Давайте из протокола почитаем. Указано, что у нас человек задержан по статье 126, за непредъявление документов, и по статье 130. Классика. Для чего написано? Для рассмотрения дела, для составления административных материалов и установления личности. Начнем с конца. Вот я вам говорил, это очень важно. Личность установлена человеком. Таким образом, данное основание, указанное в протоколе задержания, является неправдивым, лживым. То есть, личность установили, но почему-то задерживают для установления личности. Замечательно. Для рассмотрения дела, как они пишут, административное задержание для рассмотрения дела не производится. Если мы откроем статью 260, то мы прочитаем, что если в отношении дела, рассмотрение дела, то есть там такое положение для своевременного рассмотрения дела. О чем речь? Речь о том, что участие в деле об админправонарушении является добровольным. Это право лица, а не обязанность в основной массе случаев. Но есть некая отдельная категория дел, где участие лица, которое привлекается к ответственности, является обязательным. И вот в таких вот случаях, если человеку сообщили о том, что в отношении него рассматриваться будет дело, и это дело как раз таки относится к категории дел, где явка лица является обязательным, вот тогда возможно принудительное доставление, ну и соответственно административное задержание, для того, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение дела. Но ни 126, ни, конечно же, 130 не относятся к категории данных дел. Поэтому по данным делам не является обязательным участием лица. Значит, этот посыл у нас и это основание, указанное полицейским, тоже является лживым, неправдивым и незаконным. Еще указано для составления административных материалов. Опять-таки, такого основания в статье 260 нет. Есть у нас указано, что для составления протокола об административном правонарушении, если его составление является обязательным, такое есть. Но опять-таки, если имеется в виду для составления протокола, то нет, не было никаких проблем для того, чтобы составить протокол на месте. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что данное задержание является абсолютно незаконным. То есть, мы с вами фактически прямо сейчас квалифицировали данное деяние. И оно, как мы видим, подпадает под признаки уголовного правонарушения. Заведомо незаконное задержание. Да еще и с применения физической силы и специальных средств. И в данном случае водителям было подано заявление в ГБР, в частности, в отношении незаконного этого задержания. Но ГБР у нас, как обычно, не вижу, не слышу, не усматриваю никаких признаков. Зачем нам такое ГБР вместе с такой полицией? Вопрос. Если абсолютно очевидные признаки уголовных правонарушений, вот мы с вами прямо сейчас выявим. А вот эти вот чудесные люди, которые получают зарплату за то, чтобы заниматься такой вот деятельностью, они, значит, этого не видят и не слышат. Ну, дальше еще будет продолжение по данному событию. А на сегодня все. И, конечно же, я не доверяю национальной полиции и вам не советую. Редактор субтитров А.Семкин